Добрый вечер! Добрый вечер! А, в прошлый раз я тут оглушал некоторых людей через через эти усилители так что если что вы мне сигнализируйте давайте давайте мы откроем как у вас дела? мы живы или нас нужно оживить? да? нас нужно оживить по слову Божьему итак извините книга порока Исаия книга порока Исаия 55 глава 55 глава Господь говорит в 8 стихе мои мысли не ваши мысли не ваши пути мои пути говорит Господь но как небо выше земли так пути мои выше путей ваших и мысли мои выше мыслей ваших послание к Колоссянам в 3 главе здесь говорится что мы с вами 3 глава 3 стих мы 1 стих итак если вы воскресли со Христом то ищите горнего грех где Христос сидит о горнем помышляйте а не о земном и мы видим с вами здесь что мысли Божьи они выше мыслей человеческих как небо выше земли то есть если мы хотим находиться на горних местах то нам нужно знать Божьи мысли которые выше наших мыслей выше наших путей и тогда мы с вами находимся в горних местах на высоте над этим миром и мы видим всю картину потому что никак не лучше сейчас сейчас вы наверное сталкиваетесь с тем что есть такие летучие как их называют дроны да что когда люди хотят увидеть картину полностью да здание какого-то или поле они поднимают эти дроны и сверху очень хорошо видно и Господь говорит чтобы вы мыслили моими мыслями будьте внимательны и когда вы начнете мыслить моими мыслями то вы подниметесь на высоту и увидите картину какая она есть на самом деле еще раз повторю какая она есть на самом деле аминь Бог желает чтобы мы мыслили вместе с Ним его мыслями потому что они приведут нас на высоты облачные где Христос сидит одесную Бога книга притчи давайте помолимся Отец наш небесный мы молимся Господи посети народ твой сегодня благодарим тебя за песни великолепные песни которые наполнены твоими мыслями и они возносят нас от этой земли где царствует зло спасибо Господь мы славим тебя любим тебя и молимся посети собрание святых помажь это слово мы хотим идти домой измененными в наших сердцах ожидаем не от человека но от тебя Господи из твоего слова из духа благодати во имя Иисуса Христа аминь давайте мы откроем с вами книгу притчей 27 глава книга притчей 27 19 стих как в воде лицо к лицу лицо к лицу так сердце человека к человеку давайте еще раз как в воде лицо к лицу кто-нибудь когда-нибудь смотрел на воду когда она стоит видели ли вы свое лицо отражение в воде и здесь говорится как если например у вас зеркала нет под боком но есть но есть вода есть водоем какой-нибудь я смотрю себя и вижу и здесь сказано что как как в воде лицо к лицу то есть я наклоняюсь к воде и вижу свое лицо так сердце человека к человеку лицо и сердце они стоят недалеко мы с вами общаемся мы видим наши лица и как бы мы лицом к лицу но на самом деле это сердце рядом с сердцем Господь говорит что иудеи они только устами хвалят устами превозносят меня на самом деле сердце их отстоит очень далеко от меня а Иисус говорит я пришел на землю чтобы вы узнали отца и чтобы вы стали рядом со мною потому что между нами уже нет греха вы стали рядом со мною и чтобы у нас было общение лицом к лицу и я живой бог я святой бог я любящий бог на этой неделе несколько раз уже мне попадался фильм иногда я могу сесть на этом на кухне посмотреть фильм какой-нибудь королевство кривых зеркал кто помнит этот фильм он еще старый такой очень хорошо итак королевство кривых зеркал в следующий раз всем посмотрите чтобы быть в духе итак содержание этой книги этого фильма такое что в одной сказочной стране там делали только кривые зеркала итак вся страна была наполнена кривыми зеркалами которые показывали совсем не то что есть на самом деле и в этом королевстве кривых зеркал все было наоборот и там названия такие интересные но не в этом суть но одно только настоящее зеркало стояло как бы вы думали где те которые смотрели не говорите молодые люди как бы думали одно настоящее зеркало где стояло у короля все правильно у короля стояло настоящее зеркало которое отражало истинное положение вещей а во всем королевстве старые подходили к зеркалу они смотрели на себя они были молодыми молодые подходили на себя смотрели зеркало они были старыми Это все было, эти все зеркала были искажены. Никто не знал, как на самом деле обстоит дело в его жизни. Потому что смотрели на себя и видели совсем другое. Интересная мысль. И в конце концов, конечно, а там был человек, который отказывался делать кривые зеркала и хотел делать только прямые зеркала. Как вы думаете, что с ним стало? Конечно, его в каталажку посадили, цепями приковали. Ну, это такой фильм, знаете, такой ох. Конечно, потом его освободили и все враги разбежались. И там стали выпускать какие зеркала? Настоящие зеркала. Настоящие зеркала, которые показывают, как на самом деле обстоит дело. Я подумал об этом, как лицо человека, как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. И я думаю, что наш мир – это тоже королевство кривых зеркал. Аминь. Пойди, узнай правду о себе. Прекрасная проповедь пастора Шалера. Завтра она будет на блоге. Очень интересная. Совершилось. Аминь. Что же совершилось? А совершилось то, что человек теперь знает, кто он. Совершилось то, что человек теперь знает свое предназначение. Одно из слов, которое мне очень понравилось. Сейчас долгая проповедь. Аминь. Но она будет хорошая. Аминь. Вы со мной не расслабляйтесь. Одно из слов, которое говорит пастор Шалер, это слово «прелебодеяние» имеет значение такое, что, например, мобильный телефон был сотворен до определенной причины разговаривать, и ты начинаешь им колоть орехи. И это слово «прелебодеяние» имеет тот же смысл, что сотворена вещь для одной вещи, для одной цели, а на самом деле используется совсем для другого. И это слово «прелебодеяние». Мы с вами были похищены, потому что мы были сотворены с вами для одной цели. Для цели, чтобы жить вместе с Богом лицом к лицу, и чтобы видеть Его сердце, и чтобы знать Его мысли, и парить на высотах облачных, но нас украли с вами. И мы стали жить совсем в другом направлении, и этот мир стал нас использовать совсем в другом назначении. Можно, если так картину представить, что мобильным телефоном стал колоть орехи. Как вы думаете, долго ли протянет мобильный телефон после груды орехов? Да, конечно, недолго. Итак, то, что как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку, мы были сотворены с вами удивительными. И когда грех вошел в человека, вдруг мы посмотрели и увидели себя. Вы со мной? Мы увидели кого? Себя. Без Бога. Мы стали смотреть и видеть себя без Бога. И мы стали думать, ах, вот, оказывается, на самом деле я какой. Ах, вот, оказывается, обо мне, что мир говорит. Ах, вот, оказывается, у меня какие есть проблемы, какие есть неточности, какие есть деформации и так далее. И этот мир, он очень умело подставляет нам свои зеркала и говорит, ну-ка, на, посмотрись в это зеркало, вот кто ты на самом деле. И мы смотримся в зеркала, которые представляет, поставляет, предлагает нам мир, и мы видим себя, и мы сейчас назовем несколько зеркал, и мы видим себя и говорим, неужели я такой? И мир говорит, конечно, ты такой. И останешься таким. И ты был такой. И сейчас такой. И ты останешься таким. Смотри, что мы тебе будем говорить. Мы поставим перед тобой зеркала, и ты будешь смотреть. И это правда. Да? Я могу проснуться утром и сразу посмотреть. Кто из вас смотрится в зеркало утром? Аминь, да? Кто из вас выходит на работу без того, чтобы посмотреться в зеркало? Поднимите. О! Очень хорошо. Вы просто не хотите, да? Насмотрелось. Насмотрелось. Аминь. Я уже насмотрелся. И так, я встаю утром, и перед моими глазами, это такая духовная картина, перед моими глазами зеркало моей ситуации. Я смотрю и вижу мою ситуацию, вижу себя там. В нашей семье где-то недели 3-4 назад началась эпопея, вернее, операция под кодовым названием матрас. Это недели 3-4 назад. Вы понимаете, да? Операция под кодовым названием матрас. У кого-то это операция под кодовым названием колеса, или под кодовым названием ремонт, или под кодовым названием... Ну, придумайте какое-нибудь название. Или это операция под кодовым названием «автомобиль». Или это операция под кодовым названием «как взять кредит» или еще что-нибудь. Итак, мы с вами начинаем иногда операции, но они почему-то затягиваются. И мы с вами встаем утром, и сразу же этот мир предлагает нам зеркало моей ситуации. Вы знаете, что хорошо, что наша операция «матрас», она входит в завершающую стадию. Аллилуйя! Она входит головокружительно в завершающую стадию. И это так здорово. Почему? Потому что мы хотели этого, но из-за каких-то причин эта ситуация усугубилась, и она стала зеркалом, в которое я могу посмотреться утром и сказать, «Ох ты! Опять!» Давайте скажем, что есть другое зеркало, когда я поднимаюсь утром. Зеркало мнения других людей. Аминь. Вы знаете, когда, я не знаю, как вы, но иногда, когда я встаю, иногда, иногда, когда я утром встаю к зеркалу, я такой думаю, о-о-о-о. Я себе не нравлюсь. Кто нравится? И не надо поднимать руки. Я себе не нравлюсь. Почему? Да какие-то уши у меня не такие. Прическа не такая. Губы недостаточно красивые. Нет, это не про себя, нет. Что у меня? А, мышцы недостаточно крупные. Или взгляд какой-то, или еще что-нибудь. И я смотрю на себя в зеркало, и я себе не нравлюсь. И мир говорит, продолжай в этом. Я тебе поставлю кучу других зеркал. Это зеркало мнения других людей. Вы со мной? Я могу встать, или я могу ходить и постоянно смотреться в зеркало других людей, которые говорят, это у тебя нужно укоротить, это у тебя нужно увеличить, это у тебя нужно отрезать, это у тебя нужно нарастить. И я смотрюсь в это зеркало, а на самом-то деле, это все кривые зеркала. Вы со мной? Потому что, когда я чувствую, когда я слышу эти вещи, которые направлены ко мне из этого мира, даже от людей, которые могут быть рядом со мною, не всегда это правильное положение вещей. Почему? Да потому что это мнение других людей. А как насчет того, а ты, Господи, что скажешь про меня? Потому что это зеркало может встать передо мной с утра, мнение других людей. Я могу жить в этом целый день. И потом могу делать глупости. Потом поехать куда-то, что-то укоротить себе, что-то удлинить, что-то себе отрезать. Аминь. Вы со мной? Бог никогда так не скажет. Почему? Да потому что ему вообще не интересует королевство кривых зеркал. У него только самое настоящее зеркало любви и благодати. Аминь. Что я ищу, когда я встаю утром? Иисуса Христа. И этот мир говорит, а, хорошо, тебе не нравится зеркало мнения других людей. Я тебе поставлю зеркало твоей совести, и ты будешь ходить виновным постоянно, что ты кому-то что-то должен. Запомните, мы с вами не обязаны и не должны Богу ничего. Вы слышите меня? Вы слышите или нет? Мы с вами не должны Богу ничего. Почему? Да потому что мы все берем от Него для нашей жизни. Аминь. Потому что без Него мы не можем делать ничего. А люди думают, ой, у меня совесть, я что-то, я чувствую вину, наверное, должен я сделать что-то перед Богом, чтобы Он поставил мне в зачет, и тогда я буду спокоен, и тогда я облекусь в самоправедность, и Господь говорит, нет, нет, слушай меня внимательно. Это королевство кривых зеркал тебя опять обманывает. Потому что благодать всегда направлена к тебе, чтобы ты ее принимал. Ты мне, для меня не можешь сделать ничего. То, что ты можешь сделать, открыть свое сердце для моей любви и благодати, и потом передать ее другому. Аминь. Как здорово. Не сохранить ее у себя, для себя, а с другим относиться, как законник. А как я принял благодать, так что? Я, у пастора Владислава Громова была замечательная проповедь, я не тупик благодати. Аминь. Так здорово, что он начал выкладывать свои проповеди. Питерская церковь заработала. Аллилуйя. У меня из Бишкека еще 150 проповедей его. Здесь замечательные проповеди. Я вас ободряю, чтобы вы заглядывали, слушали. Кто-то мне сегодня сказал, я присел... А, А, Илюха. Ой, молодец. Я присел на проповеди пастора Громова. Ну, и сиди. И сиди на московских. И мы сидим на тех, которые мы слышим из Балтимора. Мы в одном духе. Почему? Потому что мы с вами хотим взирать, как лицо к лицу, на славу Иисуса Христа. И знать точно, кто я есть. И не делать глупости в нашей жизни. Одна женщина, ей кто-то сказал, что ей нужно увеличить там что-то, не буду говорить. Губы, например, да? И она умерла на этой, в боличной палате от заражения крови. Почему? Потому что она смотрела не в то зеркало. Потому что она смотрела в зеркало мнения других людей. И мнение мое, как я сам смотрю на себя. Ой, мне нужно увеличить, убрать, потолстеть, похудеть. Остановись. Смотри, какое зеркало. В зеркало Христа. Там ты увидишь правду. Там ты увидишь истину. И этот мир говорит, а может быть я тебе поставлю другое зеркало. Зеркало закона. Или по-другому скажем, зеркало совершенства. И мы говорили в воскресенье немного. Мы с вами хотим быть совершенными. Мы с вами хотим исполнять все заповеди. Мы с вами хотим, чтобы у нас никакого вот этого вот ничего у нас не было. А мы были самыми прекрасными в нашей самоправедности. И Господь говорит, ты не сможешь быть совершенным. Аминь. И я никогда не искал от тебя совершенства. Я ищу от тебя что? Твоего лица. Слушай, Адам. А что ты нос повесил? Извините. Слушай, Каин. А что ты нос повесил? Там написано, что когда Каин, когда ему не понравилось, что Господь не презрел на его приношение. Там говорится, что поникло лицо его. Как разговаривать с человеком, у которого поникшее лицо? Он будет на тебя смотреть как? Разве это взгляд благодати? Разве это взгляд любви? И когда у меня поникшее лицо, значит я насмотрелся в кривые зеркала этого мира. Значит я нахватался информацией, которая не из сердца Бога. Значит я думаю сам в себе, что я достигну совершенства в своем хождении с Иисусом Христом. И Иисус Христос не говорит, что мы с вами были совершенны, хотя это слово там есть. Господь Иисус ожидает от нас, чтобы мы с вами были какими зрелыми верующими. Чем отличается совершенство от зрелости? Совершенство это, никогда я не могу достичь совершенства здесь. А зрелость как какая? Что она означает? Я знаю сердце Христа. Я смотрюсь в зеркало истины. Я знаю завершенную работу Иисуса Христа. И меня не так-то легко сбить с толку. Аминь. Потому что я смотрю на себя и все больше и больше укрепляюсь в том образе, который Бог мне дал. И Он говорит, это единственный, истинный, замечательный, красивый, великолепный образ твой, который я дал тебе. Аллилуйя. И мы говорим, Господи, говори с нами. Иисус говорит, когда я был на земле, то мне предлагали тоже раньше разные зеркала. Зеркало своего мнения и своей силы. Соверши что-нибудь в своей силе. Соверши что-нибудь от себя. Иисус говорит, Отец мой послал меня. Что я вижу, Он делает, то и я делаю. Аминь. Как Он воскрешает и оживляет, и я воскрешаю и оживляю. Может быть, сам ты что-нибудь сделаешь. Я люблю Отца моего, и потому-то говорю слова, которые слышу от Него. И я иду теми путями, которыми Он меня ведет. И передо мной крест Голгофы. Да, но может ты не будешь ходить на крест Голгофы. Помилуй себя, или вернее, будь милостив к себе, Господи. Иисус поворачивается к Петру и говорит, отойди от меня, сатана. Встань за мной, сатана. Ты преподнес мне зеркало какое? Человеческое. Иисус мог бы сказать, мне каждый раз перед моим лицом хотели поставить зеркало закона. Потому что меня окружали одни законники. И хотели найти во мне изъян. Хотели поймать меня в ловушку. Аминь. Павел говорит, что когда мы были в Галате, когда мы были в Иерусалиме, Галатам 2 глава. Мы были так свободны в Иисусе Христе. Но некоторые лжебратья приходили подсмотреть за нашей свободой. Чтобы поработить у нас закон. И мы им сколько? Ни на грамм не уступили. Чтобы истина благовествования сохранилась до этого времени. До 2017 года. И чтобы мы с вами, перестав смотреть в зеркало закона. Вы знаете, что 500 лет прошло после реформации Мартина Лютера в Германии? 500 лет. Это тот человек, которому Господь показал благодать. Конечно же, он не один. И он посмотрелся в это зеркало благодати и сказал. Вот это классно! Аминь. Вот это здорово! Потому что другие зеркала не давали мне никакого удовлетворения. Зеркало моей ситуации не удовлетворит меня, если даже разрешится. Зеркало мнения других людей не удовлетворит меня, если даже сделаю, как они просят. Зеркало моей совести не удовлетворит меня. Закона не удовлетворит меня. Моей праведности не удовлетворит меня. Зеркало моего совершенства не удовлетворит меня. А кто же меня удовлетворит? Иисус говорит, передо мной ставили зеркала своей силы, зеркало закона, зеркало страданий, зеркало одиночества, зеркало мнения других людей, зеркало, как что мои ученики разбежались от меня, но я всегда смотрел на моего отца. Я всегда видел его сердце, потому что как лицо к лицу, так и сердце мое было рядом с сердцем моего отца. И никто меня не своротил, и никто меня не сдвинул. И я дошел до креста, и оставался на кресте, и смотрел всегда в лицо моего отца. И отец сказал, а потом, когда отец отвернулся от сына, сын сказал, Господи мой, Боже мой, Боже, почему ты оставил меня? Отец говорит, это ненадолго, потому что когда ты принесешь жертву милостивления, тогда ты будешь воскрешен на третий день, и ты будешь тем человеком, через которого я принесу в этот мир настоящее зеркало любви, благодати и завершенной работы. Туда смотрите! Аллилуйя! Но мы иногда бываем глупы, потому что пропускаем Слово Божье мимо своих ушей и продолжаем пялиться в зеркала этого мира. И Господь говорит, нет, я умоляю вас, милосердием Божьим, обновляйтесь в вашем уме, думайте мыслями со Христом. Потому что, когда вы будете думать вместе с Ним, вы будете смотреть на Его лицо и видеть себя. И вы себе понравитесь. Аминь. В Нем вы себе понравитесь. Потому что у вас будет все, что нужно для вашей жизни и благочестия. И в заключение. Первая Петра. Вторая глава. Когда вы в один из дней проснетесь и обнаружите себя в комнате смеха, где вас окружают кривые зеркала, вы можете открыть это местописание и прочитать удивительные вещи. Первая Петра, вторая глава. Пятый стих. Я буду просто перечислять. Мы с вами живые камни. Мы с вами дом духовный. Священство святое. Аминь. Девятый стих. Вы род избранный. Царственное священство. Народ какой? Святой уже сейчас. Царственное священство. Народ святой. Люди взятые в удел. Десятый стих. Некогда не народ, а теперь народ какой? Божий народ. Аминь. Некогда не помилованный, а теперь что? Помилованный. Некогда грязные, а теперь какие? Чистые. Некоторые были, были, стояли, некогда стояли в запачканных одеждах, а сейчас у вас одежды торжественные. Некогда вы были далеко от Христа, теперь стали близки кровью Христовую. Аминь. Вы народ святой. Царственное священство. Не отдавайте это. Не давайте, чтобы вас обокрали. Не давайте. Вы помните, проповедь была, что крадет дьявол. Не давайте, чтобы вас обдурили, обокрали. Чтобы вы смотрели в зеркала этого мира, смотрели на себя, видели свое несовершенство, видели свое неустройство, разочаровывались. Это так и нужно этому миру. Но мы с вами что? Мы народ святой, Божий, царственное священство, живые камни, род избранный, аллилуйя, народ Божий. И мы говорим себе это, говорим друг другу, и мы с вами смотрим на себя в зеркало благодати. И когда мы смотрим на себя в зеркало благодати, и в Слово Божие. Ой, как здорово. Второе, по Калифинам, третья глава, семнадцатый стих. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там что? Свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Какой образ? Иисуса Христа. От славы в славу, как от Господня Духа. Мы с вами преображаемся в образ Иисуса Христа, о Котором Отец сказал, сей и есть Сын Мой возлюбленный. Я полностью им, что доволен. И не смотрите в кривые зеркала этого мира. Смотрите на Иисуса. И радуйтесь благодати. Аминь. Отец наш небесный, благодарим Тебя за истину, за истину, сошедшую с небес. Праведность и милость встретились. Истинный мир целуется. Все это произошло на кресте. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты единственный, Который показал нам Отца. И Ты единственный, кто может сказать нам, кто мы есть на самом деле. Благодарим Тебя за то, что нам не нужно смотреть в кривые зеркала этого мира, который так и хочет украсть у нас радость, украсть время, украсть покой, украсть финансы, украсть жизнь, потому что враг пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Обучай нас, Господи, принимать Твои мысли, мыслить Твоими мыслями и находиться на высотах облачных вместе с Тобою. Там мы все видим. Там мы видим сатанинский заговор против нас. Там мы видим, кто мы есть на самом деле. Спасибо Тебе, Иисус, потому что Ты нам открыл это. И мы вернулись в то состояние, где мы исполняем, Господи, предназначения, для Которого были сотворены. Обучай нас, Иисус. Если кто-то не знает Христа как своего Спасителя из сидящих здесь или слушающих нас по интернету, если вам нравится смотреть в зеркала этого мира, это ваш выбор. Но мы говорим вам сегодня, что сердце Христа и Его лицо перед вами, и руки Его распростерты. Он единственный Спаситель, и нет другого. Обратитесь к Нему, поверьте в Его любовь, и Он спасет вас один раз и навсегда. Скажите Ему в тихой молитве в своем сердце, дорогой Господь Иисус Христос. Я верю в Твою любовь. Я верю в Твой крест, Твою смерть и воскресенье. Я прошу Тебя, спаси меня, подари мне вечную жизнь и открой мне, Господи, кто я на самом деле. хочу знать себя в Тебе. Во имя Иисуса Христа, моего Бога и Спасителя, я молюсь и прошу. Аминь. Благословит Вас Господь.